итак друзья представляю вашего внимания ноутбук Hewlett Packard модель 17 by 2015 значит сегодня мы будем его разбирать и ставить диск ssd в нем конечно стоит нормальный терабайтник его вполне хватает но просто ради эксперимента посмотрим как он разбирается как его можно усовершенствовать значит переворачиваем ноутбук берем подходящую крестовую отверточку и откручиваем сначала раз два три четыре винта винты все четыре одинаковые так что перепутать не бойтесь значит вот этот винт крепит 9 привод вынимаем его просто выдвигаем вот 9 привод откладываем в сторону на это еще не все теперь берем подходящую лопаточку подковыриваем вот эту резинку упорную ножку она на самоклейке здесь тоже по краям винты откручиваем эти винты чуть другие но их не перепутаешь они светлые вот такие вот белого цвета стального цвета с одной стороны и соответственно второй винт с другой стороны лучше сразу приклеить чтобы не сохла самоклейка чтобы новую не ставить так сейчас здесь посмотрим здесь кажется нет винтика хотя да и здесь тоже винтики если лопаточки нет можно подковыривать просто плоской отверткой так вот еще два винтик их тоже не перепутаете они широкими шляпками вот такие вот вот такие вот сейчас я вам покажу вот такие винтики они находятся под DVD-ROM теперь открываем ногу прошу прощения ввел влаз небольшое заблуждение вот под этой резинкой которая ближе к экрану в середине есть еще два винта два белых винта резиночку отклеиваем чуть-чуть два винта снимаем резиночку приклеиваем обратно дабы не сушить самоклеечку и начинаем по контуру отделяем днище у меня есть специально обученный ножичек вот так вот по контуру проходим усилия не прилагайте чтобы не сломать защелку легко здесь цепляемся вот вот мы освободили крышку и теперь наше корыто снимается вот видите эти просто элементарные усилия вот корыто мы сняли откладываем его в сторону так что мы видим здесь кулер охлаждения его если вы вскрываете не так часто лучше всего почистить почистить не сложно берете маленькую кисточку вот так вот если снимать не хотите и вот так вот вычищаете вот видите вот она пыль вот она хотя чуть-чуть даже можно приподнять и почистить кисточкой но надежнее всего это просто дунуть сразу идеально стало так кулер тоже можно чуть-чуть почистить только не прилагайте усилий он очень нежный так а если заросло грязью так что необходимо снять этот элемент то он держится вот на этих четырех винтах откручиваете винты они подпружинены и вот это все снимаете вот это снимается радиатор с охладителем а сам вентилятор сам кулер снимается вот раз винт два винт значит два слота памяти так значит штатно занят один я еще четверочку установил получилось 12 12 аккумулятор как вы видите уже не как у старых ноутбуков что снаружи можно снять а вот такой встроенный ну это не проблема его заменить здесь он на разъеме не впаян и то слава богу значит жесткий диск обычный механический жесткий диск стоит отдельно вот материнка совсем небольшая чуть больше четверти занимает площади и так друзья жесткий диск снимается следующим образом приподнимаем его вот так вот легонечко отстегиваем разъемчик вот чтобы не оторвать все разъемчик отстегнут вот показываю и снимаем жесткий диск все он установлен вот в таких прорезиненных боковинках все теперь аналогично сажаем вот так вот SATA соответственно снимая снимая вот эти боковинки вот боковинки вместе с пленочкой снимаем вот сейчас я вам продемонстрирую сейчас я вот боковиночки снимаются вместе с пленочкой защитной вот 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 так вот плодем в сторону и аналогично расположив SSD надеваем на него наши боковиночки все видите здесь вот выступы они как раз встают в отверстия на SSD тоже штатные отверстия есть также как на SSD есть 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 так же и с установки кадей достаточно прозрачно к г это переходник для установки двух с по дюймового SSD диска или любого диска на место снятого с ноутбука DVD-рома. Приходит он в таком пакетике. Я его еще не распаковал. Сейчас покажу вам, что в комплекте есть. Давайте я лучше раз стригу пакетик, чтобы не испортить. Итак, мы видим саму рамочку, мордочку и вместо крепежных винтов вот такие вот резиновые шпенечки, так скажем, виброустойчивые. На них крепится жесткий диск. Вот продавец молодец, прислал даже отверточку. Зачем она, правда, я не пойму. Ну, пускай будет полезная вещь. Здесь все элементарно. Так как вынули, так как вынимали DVD-ром, так и устанавливаете эту рамочку. Вот сейчас я положу. Вот так вот она задвигается и вставляется в SATA-шный разъем. Вот и все. Теперь нам остается только внимательно накрыть ноутбук дном, корытом нашим снятым. Защелкнуть все защелки. Прямо по периметру руками прожать все до щелчка. Закрутить все винтики везде, где выкручивали. Не только в открытых отверстиях, но и под резинками тоже. Обязательно вставить DVD и закрутить винтик, которым DVD крепится. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание.